Туризм экстремальный, экстремальный вдвойне, нерегулируемый и по документам не существующий. Но по факту в России набирает популярность отдых с адреналином. На Алтае, по оценкам экспертов, доля такого туризма 15% выше, чем в среднем по стране. В отпуске на сплав или восхождение решаются многие. Ограничений для внезаконного экстремального отдыха нет. Так или иначе, это сопряжено с тем или иным экстремальным видом спорта. Но люди, которые идут на экстремальный туризм, профессиональными спортсменами не являются. Поэтому, наверное, их риски в связи с этим возрастают многократно. Риск и без того активного отдыха стал причиной встречи представителей власти турфирмы Федерации. Они обсуждали, нужно ли выделять экстремальный туризм в отдельную категорию. Предположительно, под нее попадают альпинизм, серфинг, горные лыжи. Но нет единого понимания, кто такие туристы-экстремалы. На что ориентироваться? На экипировку или на длительность экстрима? Нечеткие формулировки, переживают представители Федерации, могут привести к вымиранию видов спорта. Если мы сейчас какой-то вид туризма назовем экстремальным, то есть, допустим, водный туризм или спелеотуризм, то последствия, я считаю, что для детского туризма будут катастрофические. Тогда кто будет в итоге теми инструкторами, которые будут водить, обеспечивать? То есть у нас инструктора-то с детства воспитывается. А вот с другой стороны, регулирование процесса предполагает повышение ответственности, внедрение каких-то стандартов безопасности обученных проводников, гидов, аттестованных и так дальше. Разве это, наоборот, не повысит безопасность несовершеннолетних? Повышать ответственность нужно не только для юных спортсменов, уверены спасатели. МЧС ведет строгую статистику экстремалов-любителей. В 2018 году у нас 14 человек травмированы, погибло 4, пропало 53 человека. Спасено 29 человек. Туроператоры в один голос говорят, что несчастные случаи происходят из-за белых пятен в законе. Когда активный отдых никто не контролирует, то и организуют его, по сути, все желающие. Бывают такие случаи, когда человек, допустим, дважды, трижды сплавлялся по реке и уже набирает группу. Наверное, более половины у нас таких вот гидов самодеятельных, они в неправовом поле находятся. Новая категория законодательно закрепленной экстремальной туризмы должен учесть мнение каждой из сторон и, наконец, вывести из тени недобросовестных гидов. После проработки предложений, которые высказали участники сегодняшней встречи, их направят в Ростуризм и Госдуму. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.